Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. И сегодня мы поговорим о компьютерных движках. Говоря о современных шахматах, сложно не упомянуть шахматные программы или шахматные движки, которые используют шахматисты при анализе, при просмотре шахматных партий, при подготовке. Шахматные программы живут с нами постоянно 24 часа в сутки. Но знали ли вы, что эти же шахматные программы не только помогают ведущим шахматистам и просто шахматистам всего мира в анализе, но и сами соревнуются, играют и создают шедевры. Апрель 2021 года играют два ведущих шахматных движка – Stockfish и Lille. Этот матч закончился со счетом – внимание на экран – 1046,5 на 965,5 в пользу Stockfish. Убедительная победа, но речь не о том. Речь о партии, созданной во время этого матча. Эта партия могла быть легко сыгранной где-нибудь в 19 веке капитаном Эвансом. Итальянская партия – гамбит Эванса на доске и смотрим, что же произошло. Итак, как я уже сказала, в партии Stockfish Lille, которую мы сегодня будем разбирать, был разыгран гамбит Эванса, который возникает после первых ходов Е4, Е5, К3, К6, С4, С5. Итальянская партия на доске, Б4 – интересный гамбит, предложенный и изобретенный самим Эвансом. Например, одной из первых партий в базе партии является победа Эванса над Макдональдом, ходом Б4, сыгранная в Лондоне в 1826 году. В чем идея гамбит? Идея в том, чтобы после слона Б4 отвлечь слона от борьбы за центр, но самое главное – завлечь его под удар пешки С3. Ход С3 является программным для белых в итальянской партии. Например, вместо гамбита Эванса часто играют С3, готовя Д4. Здесь же после Б4 слон Б4 С3 играется с темпом. Слон черных попадает под удар. Соответственно, черным необходимо тратить еще время, чтобы слона защищать. И в этой партии был сыгран ход слон А5. На каждом ходу у сторон есть разные продолжения. Мы не будем их внимательно все изучать, иначе бы получилась очень интересная и познавательная лекция о гамбите Эванса. Но это тема для другого видео. А здесь мы разбираем партию между сильнейшими движками. Но по духу эта партия могла легко быть сыграна в 19 веке. Итак, Д4. В этой партии последовало ЕД. У черных есть еще один серьезный ход Д6, который заслуживает внимания. После ЕД белые избрали продолжение 0-0. И в этой партии черные пошли ДС, забрав еще одну белую пешку. Полностью они игнорируют свое развитие. Зная то, что произошло в этой партии, стоит черным рекомендовать обратить внимание все-таки на развивающие ходы, такие как конь Ф6 или конь ЖЕ7. Хотя и в этих ходах все не так просто, и черным надо знать теорию и быть готовым отбивать инициативу белых, которая иногда выглядит очень серьезно. А в этой партии ДС последовало, как же белые доказывали, что за пожертвованные 3 пешки на данный момент у них есть компенсация. Ферзь Б3. Это батарея и атака на пункт Ф7 является ключевой в гамбите Эванса. Как защищать пешку Ф7? В этой партии черные решили сделать ход Ферзь Ф6. Последовало слон Ж5, Ферзь Ж6, конь бьет С3. Сейчас на развитие коня на Е7 последует конь Д5. Это продолжение черным не понравилось, поэтому они побили слон БЦ3, Ферзь бьет С3 и сыграли конь ЖЕ7. После коня Ф6 ход был возможен, но черный конь попадал под атаку пешки Е5. Приходилось бы им прыгать на Е4, но здесь конь очень неустойчив. Ферзь Е3 последовала бы. На конь бьет Ж5, конь бьет Ж5, атакуя поле Ф7 0-0, следует сильный слон Д3. Выясняется, что пункт Ф7 черные защитили, а пункт Х7 провалился. В случае же 0-0 без конь бьет Ж5 следует слон Д3 и вот эта связка достаточно неприятна. Черным пришлось бы играть Д5 или Ф5, отдавая часть приобретенного материала, но у белых оставалась очень сильная инициатива. В партии же после конь ЖЕ7 недостаток этого хода в том, что у белых есть сильное продолжение слон бьет Е7. Неожиданно выясняется, что конь бьет Е7 невозможно, ввиду конь Е5 и теряется пешка Ф7. Приходится бить королем, ну а это значит, что черные не смогут рокироваться на следующем ходу. И чтобы сделать так называемую искусственную рокировку, им потребуется достаточно много времени. Ход ладья Е8 сделать, ход король Ф8, король Ж8. Три хода вместо одного. Белые делают очень сильный ход, на который я прошу обратить внимание, а именно ход Е5. Очень важный ход. Почему? Потому что этот ход ограничивает, затрудняет движение пешки Д7. Черные очень бы хотели сыграть Д6, либо Д5 и открыть дорогу слону. Потому что этот слон еще не сделал ни одного хода в партии. И неразвитость ферзевого фланга сыграет очень серьезную, ключевую роль в этой встрече. Но ход Е5 как бы цементирует ферзевый фланг и позволяет противнику открыть дороги его фигурам. Например, здесь на ход Д6 понятно, что с королем на Е7 можно побить и ЕД. Можно сыграть ладья Е1. И черным приходится убегать королем на Ф8. Тогда ладья на Х8 не входит в игру. И здесь можно, например, ходом ферзь А3 практически решающий перевес получить. Потому что пешку Д6 защитить будет невозможно. Партия последовала ладья Е8, продолжили свой план. Черный ладья АЕ1 подводит белую ладью к атаке. Ладью оставляют пока на линии Ф. Но обе эти ладьи будут принимать участие в партии. Король Ф8, слон Д3, ферзь А6, держа под контролем пешку А7, которую могли бы белые где-то забрать, если бы ферзь ушел в другую сторону. Ладья Е4. Сильный симпатичный ход. Ладья готовится к возможному переводу на А4, создает угрозу ладья А4 и пешка на А7 под боем. Как защищать пешку? В партии было сыграно Ж6. Другие ходы совсем страшно делать, например, после Ф5. Можно побить на Ф6. И у черных до сих пор много проблем. Кроме взятия на Ф6, можно еще где-то сыграть ладья А4. И пешка на Ф5 будет под боем постоянно. Но ход Ф5 имел место быть. В партии же последовало Ж6. Ладья ФЕ1. Белые не торопятся. Главное, ключевая здесь идея следить постоянно за продвижением Д6-Д5. После хода Ж6 идея Д6 в принципе существовала где-то. Ладья ФЕ1. Ферзь Ж7. Вновь создают черные угрозу даже, можно сказать, хода Д6. Ферзь на Ц3 под боем. Пешка Е5 связана. Поэтому белые играют в Ферзь С1. Предусмотрительно убирая Ферзя с диагонали большой. И переводя Ферзя на другую диагональ, где он тоже атакует королевский фланг черных. Давайте посмотрим, что здесь последует на Д6. Здесь последует ход ЕД. Ладья Е4. Слон Е4. И выясняется, что конь С6 под боем. Поэтому очень важно оставлять Ферзя на линии С белом. Что будет, если черные попытаются открыть дорогу слону на другом фланге, сыграв Б6 с идеей пойти слон Б7 и развить слона таким образом? Тогда может последовать конь Ж5. И выясняется, что поля Ф7 и Х7 под серьезным давлением. Например, если сыграть здесь Х6, то последовать может конь бьет Ф7. После ферзь бьет Ф7, теряется ферзь. А в случае король бьет Ф7, белые дают шаг. Здесь ход Б6, оказывается, ослабил коня С6. Что сказывается в варианте король Ж8, слон С4, шаг. Уходить просто королем последует ладья Ф7 с решающей атакой. А после ладья Е6, слон Е6, выясняется, что этот конь под боем оказался. Так что ход Б6 не являлся решением всех проблем. После слон Б7 здесь даже где-то возможен ход Е6 интересный, который перекрывает линию Е. И затем под ладья Ф4 или ладья Х4 будут серьезные проблемы перед черными ставить. Партии последовало король Ж8. И кажется, что у черных все хорошо. По крайней мере, обезопасили они своего короля. Но Стокфиш не пытается сразу же решить партию какими-то ударами. Он продолжает усиливать позицию. Готовится к атаке дальнейшей. И ходит Х4. При пешке на Ж6 этот ход в наше время является таким уже стандартным приемом. Так как пешка на Ж6 выдвинута, своего рода зацепкой являются. Белые готовят ход Х5 в дальнейшем. Чтобы на Х5 иметь возможность сыграть Ж5, черные пошли здесь Х6. Но на самом деле вновь непонятно, как же им заканчивать развитие. Д6, как мы уже знаем, совсем плохо. После ЕД на ладья Е4 последует слон Е4 и конь С6 окажется под боем. В случае слон Е6, заканчивая все-таки развитие, последует ДС. Ладья С8, ферзь Ф4 и связка по линии Е очень-очень неприятна. Следующим ходом будет ход конь Ж5, либо слон С4 и потеряют черную пешку. А что самое плохое, вскроют короля после этого белые и атака будет продолжаться. Несмотря на равное количество материала. В партии, как я уже сказала, сыграли черные Х6 тем, чтобы на Х5 пойти Ж5. Здесь Стокфиш демонстрирует изъян этого плана с Ж5. Выясняется, что после ладья 1Е3, усиливающий позицию ход и подготавливающий дальнейшее продолжение атаки, о котором мы поговорим через буквально два хода. Король Х8, уводя короля с линией Ж, Х5. Ж5, вроде бы все идет по плану, но здесь следует очень красивый удар. Конь Бьет Ж5. Нельзя назвать его совсем неожиданным, но все-таки под два боя ставится фигура. Идея в том, что на ферзь Бьет Ж5 следует ферзь С3. Угроза Е6 так сильна, что приходится ходить ладья Е6. Приходится стопорить эту пешку ладьей, но тогда белые ладьи очень красиво переходят на линию Ж. Заметьте, ферзь стоял на С1, ходом ферзь С3. Белые не только создали угрозу Е6, но и подготовили ход ладья Ж3, уведя ферзя из-под боя. Ферзь Е7, ладья ЕЖ4 и белые ладьи готовы порваться и поставить мат. Позиция эта уже с решающим перевесом у белых. В партии последовала АЖ, но и здесь можно сказать, что атака белых решающая, что и доказал стопфиш в этой партии. А6 последовало, выясняется, что ферзю очень неуютно. Ферзь Бьет А6 играть нельзя ввиду ладья АЖ3. Ферзь АЖ7 тоже не помогает, так как здесь слон доберется до ферзя. Можно пойти ладья Ж4 и вновь непонятно, куда уходить ферзю. Поэтому ферзю приходится отступать на восьмую горизонталь. Но тогда вот этот ход ладья Е3 очень-очень здесь пригождается. Ладья на Ж3 перемещается и подключается к атаке по линии Ж. Выясняется, что в случае Д5, очередная попытка как-то открыть слона и закончить все-таки развитие в этой партии, следует ферзь Бьет Ж5 и так и не удается черным сделать ход слону. Разве что самый последний перед тем, как получить мат. В партии последовала конь Бьет Е5, но это тоже не помогает черным. Ферзь Бьет Ж5, много очень угроз создается. Ладья Е5, ферзь Ф6 угроза и ферзь Ж7. Например, на ход Ф6 последовала бы ферзь Ж7. Внезапно пешка АЖ делала потрясающую карьеру. Пробежав до Ж7, она оказывается одним из главных действующих лиц в этой партии. Черные сыграли Ф5, на что последовала ладья АЖ4. Вновь угроза ферзь Ж7 с дальнейшим АЖ и ладья АЖ8 очень сильна. Черным приходится перекрывать линию АЖ вот таким вот способом. Но перекрытие это временно, потому что не останавливаясь перед жертвами, белые продолжают в таком же красивом, ярком, прямом стиле ладья АЖ4, ФЖ, ладья Е3. Я прошу обратить внимание на эту позицию. Да, у черных открытый король, но у них также целая лишняя ладья. Целая лишняя ладья на доске, пусть пока эти фигуры на начальной позиции находятся. Но что мы обычно говорим, когда учим людей и объясняем им, как вести атаку? Менять фигуры не следует в стороне, которая ведет атаку и пожертвовала материалу. Поэтому ход ладья Е3 для человека, он просто архисложный. Ведь в первую очередь мы рассматриваем ходы ладья Ж4, ферзь бьет Ж4. Нет, спокойно меняется ладья. Создана угроза ладья Е8 и ферзь Ж7 мат, поэтому ладья бьет Е3. Следует ходить на ладья Е6. Белые выигрывают вот таким вот способом. Затем H7, H8 проводят пешку в ферзи. Ладья бьет Е3, ферзь бьет Е3. Позиция безнадежна. Несмотря на лишнюю ладью, очень уж сильна угроза белых, связанная с продвижением пешки H. Ферзь Е5, затем H7, H8, ферзь. Д6, ферзь Д4 шаг и пешка прошла ферзи. Думаю, все шахматисты, которые играли бы эту партию, сдались в этой позиции, но по правилам этого компьютерного соревнования, компьютерные программы играют до мата. И давайте посмотрим, как закончилась эта партия, каким матом, достаточно быстрым. И главная интрига, сделал ли слон черных хотя бы один ход в этой партии. Ферзь Ж5, ферзь Е5, ферзь Д5. Красивая батарея. Ферзь и слон взаимодействуют вместе. Слон Е6 сделал. Сделал один ход слон. Сразу же пал жертвой. Еще через несколько ходов. Белые поставили мат. Ферзь Д7 мат. Вот такая вот яркая, красивая партия, сыгранная в Гамбите Эвансом. И я вам могу сказать, что в этом многотысячном матче и многотысячных соревнованиях между сильнейшими движками планеты очень часто применяются те или иные Гамбиты. Если вам интересно в дальнейшем смотреть такие партии, разбирать такие партии, в том числе сыгранные Гамбитами, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал Ческом.ру. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Играйте в шахматы. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok